Ты бездарность, ты неуспешен, ты вот ничего не добился, и вот твоё окружение как раз-таки близких людей, оно может тебе вселить эту вот мысль о том, что ты неуспешный Потому что, ну, например, я хочу шесть кубиков, мне для шести кубиков придётся, ну, попотеть годика два-три Поднимаем самооценку, вы достойны, вы такие сейчас стоите толкой, я достойна, смотрите в зеркало и скажите себе каждое утро Это вообще какое-то очень клёвое чувство, я его не испытывал несколько лет, мне кажется, или никогда вообще Так, друзья, привет, если вы не знаете, кто это, то это Кристина, и у нас с ней, кстати, был уже подкаст на этом канале где-то лет два назад Вот, ну а сейчас у нашей бессменки день рождения, сколько нам исполняется? Два года как раз-таки Круто, да Вот, и у нас сейчас идёт сезон про успех, поэтому мы с Кристиной собрались и будем общаться про успех Надо сказать, что Кристина у нас главред нашего медиа бессменки, вот, то есть вот там сайт бессменки, подкаст бессменки Если когда-нибудь выйдет журнал бессменки, то это тоже, видимо, она сделала Весь мерч и так далее, вот, так что к ней Хорошо, у нас есть вопросы, мы будем их читать, отвечать и обсуждать Да, ну давай, наверное, скажем просто, о чём мы будем сегодня говорить всё в целом, чтобы было понятно Давай Давай, о чём мы будем сегодня, Коля, говорить Мы сегодня поговорим про успех, у нас вообще сейчас сезон записывается про успех, и я так или иначе с гостями это обсуждаю в аудио-подкастах Ну вот вообще, что такое успех, как, чё, где, куда? Ну давайте с самого обычного вопроса, что для тебя успех такое? Какой хороший вопрос, одновременно простой и сложный Я, когда размышляла над этим, я для себя определила успех Это, ну, во-первых, он может быть разным, для каждого человека он будет свой, для меня он свой Для Коля он может быть совершенно другим То есть для кого-то успех — это 100 баллов на ЕГЭ Для кого-то успех — это поступить, там, вуз мечты Для кого-то успех — это просто куда-нибудь поступить Вот, ну и успех, мне кажется, он относителен Вот, для меня успех — это воплощать какие-то свои мечты, цели, то, что мне хочется Вот, понятное дело, что он не ограничивается исполнением одной мечты Потому что всегда за одной мечтой будет другая мечта И вот, собственно, исполнение этой мечты, любой мечты, это будет для меня, наверное, успех Для меня, наверное, ну я так вспоминаю примеры успешных И мне кажется, самая успешная история — это когда есть какое-то согласие с тем, что делаешь Вот когда тебе прям классно, комфортно, не давит, не хочется из этого сбежать или еще что-то Вот это, наверное, какое-то состояние успеха, можно сказать Типа я на своем месте Вот это ощущение для меня, наверное, самое главное с точки зрения определения успеха Я на своем месте Очень классное определение А с чем оно для тебя связано? То есть есть какие-то составляющие этого успеха? Ну, наверное, первое — это я как бы делаю то, что хочу В смысле не то, что меня заставляют А я такой, да, вот с этой задачкой я согласен Вот этого цели я хотел бы достичь И она мне как бы ложится, в принципе Еще, наверное, в плане людей То есть с кем я нахожусь, с кем я общаюсь Мне это вообще очень важная составляющая, чтобы мои коллеги-друлеги были со мной на одной волне, условно говоря Чтобы мы это в одну сторону смотрели Ну и, наверное, это вообще касается каких-то... Не знаю, даже у меня вот жена есть Мне бы хотелось с ней нормально общаться У меня тоже параметр успеха, чтобы мы как бы были согласны с тем, что мы делаем Что еще? Деньги Деньги? Ну, деньги в какой-то момент это... Даже исследования есть Они перестают приносить тебе чувство удовлетворения в какой-то момент Ну, деньги, конечно, да, хотелось бы там иметь возможность на какую-то свободу На что-то делать, но у меня нету каких-то суперфинансовых амбиций То есть я такой думаю, ламборгини я не хочу Или яхту тоже То есть мне это как-то неинтересно Мне хочется как-то хорошо, комфортно жить Ну, в целом, ты мою квартиру видела Да, потрясающая квартира Здесь нормально Ну, главное, типа, есть кабинет, да Мне вот надо, чтобы у меня была еще отдельная комната под то, чтобы вот видосы записывать Да, это как бы тоже часть успеха, но... Но это типа потолок, дальше, я не знаю, дальше какие-то финтифлюхи начинаются Типа мраморная ванна, нет, у меня такого нет в чек-листе А у тебя какие составляющие достижения мечт? Слушай, на меня, наверное, похожи То есть у меня, ну, можно разбить, наверное, по сферам, по разным То есть, не знаю, вот если, например, рабочая сфера Это, если она важна, конечно, для меня важна Вот, мне нравится, ну, самореализовываться То есть мне нравится делать какие-то клевые проекты и кайфовать от этого То есть для меня это уже будет успех Делать работу, от которой, ну, я кайфую и которая мне нравится Вот, и не делать работу, которая мне не нравится Да, наверное, это будет не успех Ну, с друзьями, да, тоже поддерживать тебя С друзьями, быть окружённым Людьми, комьюнити Каких-то мыслящих Так же, как и ты, людей Вот, и придумать с ними какие-нибудь Штуки и проводить с ними время Ну, семья Там, личная жизнь Тоже это своего рода какой-то, наверное, успех Хотя вот, не знаю, мне вот в этом слове Успех почему-то Ну, то есть, у меня сразу рисуется картинка Успешным успехом, то есть, успех равно деньги Почему-то вот, я не знаю, может быть, это Какой-то стереотип в принципе В целом Нет, это сто процентов он присутствует, конечно Из него надо вырываться Мне кажется, это какая-то, знаешь, дурная привычка Есть какие-то дурные привычки, с которыми ты растёшь Которые тебе так или иначе появляются Например, у мальчиков есть токсичная мускулинность Они не то, чтобы её выбрали Но они как бы вот выросли в этих Ужасных раздевалках физкультурных Где всякое происходит дурацкое И они потом такие, типа, надо быть качком Там вот эти вот тачки, женщины, деньги И ты такой, господи, почему, откуда это во мне вообще, зачем И сталкиваешься с этим такой Да, вот так круто, почему И всё, и типа нет ответа То есть, вот, надо быть качком условно Вот надо Почему, не ясно Но вот все успешные должны быть качками Это пример дурацкий Потому что так транслирует общество Ну, типа того, ну, то есть, это как-то сложилось Я это называю именно дурной привычкой То есть, она вот прям дурная Её нужно осознать, как дурную привычку И от неё уйти Мне кажется, с тем, что успех – деньги Это то же самое То есть, вот, когда себе начинаешь раскладывать Насколько тебе эти деньги нужны Мне кажется, становится попроще Ну, в плане Да, и хочу, там, не ездить на метро Меня, там, типа, метро так удручает Что вот только на такси Окей, ладно Ну, типа, какие вопросы-то Начинаешь зарабатывать на то, чтобы кататься Исключительно на такси Или, там, свою машину купить Но это вроде как уже становится понятно Когда ты Да даже на самом деле Если ты хочешь понтоваться деньгами Это тоже неплохо Потому что ты себе отвечаешь Зачем тебе Я хочу, чтобы мне все завидовали Чтобы у меня была самая красивая Богатая машина Это тоже уже какая-то Хотя бы своя мотивация А когда есть вот это, что Надо потому что И за этим потому что Ничего не стоит Вообще личного Наверное, вот с этим тяжело Мне кажется, это надо вот раскапывать Мне кажется, я вообще психологу За эту кучу денег отдал Чтобы до всего до этого докопаться Так что это Да, наверное, это какая-то проблема Может, самооценка И непониманием и незнанием того Что тебе нужно И что тебе важно Вот, и как раз, мне кажется Тут тема какого-нибудь Инстаграма Когда ты смотришь на эти идеальные картинки В Инстаграме Вот, и начинается Что всё, значит Если я не живу ту жизнь Которую живут люди На которых я подписан в Инстаграме Ну, значит, я не успешен Значит, ну что Я ничего не добилась Я неудачник И ты скатываешься В это какое-то саморазрушение Того, что вот у тебя Не всё так, как у этих людей Здарова У Бессменки день рождения И в честь этого Мы запускаем два конкурса В нашем Телеграм-канале В первом Нужно будет выложить Свою смешную фотку А во втором Нужно будет поставить Слово Сменка В названии фильма Выиграть сможет любой Потому что мы выберем победителей С помощью рандомайзера Переходи в Телеграм-канал И участвуй в конкурсах Испытываешь ли ты вообще Вот эту вот историю Про Инстаграм Когда ты смотришь На людей И такой Вот он успех У меня его нет Я здесь Ничтожество Ну или какое-нибудь Такое неприятное ощущение Того, что у других получается А у тебя нет Есть вот эта вот сравнительность Я думаю, что раньше она была Но опять же За счет проработок Каких-нибудь личных Или там с психологом И вообще в принципе Ну Копание в себя Это ушло И вот здесь я Наверное разделяю Ну то есть Это же момент зависти Получается идет Того, что ты условно завидуешь Возможно завидуешь А возможно Может быть там какие-то другие чувства Но мне кажется Первое чувство Это какая-то зависть Причем Она может в этом случае быть Как, наверное, позитивный Мотивирующий То есть ты смотришь на картинку И думаешь О, прикольно Чувак там Не знаю Путешествует У него много денег Хочу так же И ты начинаешь Что-то для этого делать Ну это классно Мне кажется В этом нет ничего плохого Ну условно Допустим Просто если ты Ну это как Хороший пример Ты себе выбираешь Хороший пример Ты его себе нашла Или нашел Да, вот Или условно Там я вижу, например Там, не знаю Какую-нибудь успешную девушку Которая реализуется В карьере Вот И мне это как бы подходит И ты такой Типа, хочу так же И ты идешь и делаешь Вот А есть же примеры Как раз разрушительной Наверное Зависти Когда ты смотришь И вот опять же Как я уже говорила Скатываешься в саморазрушение Того, что все Опускаешь руки Я этого никогда не добьюсь Вот этот человек Там всего Там у него все есть А я никогда таким не буду Вот А хотя ты не знаешь Что там за этим спрятано То есть, как говорят Это картинка А как там Что человек добился Как бы ты не знаешь Вот И, ну, мне кажется Очень опасно уходить Вот в эту зависть Которая Саморазрушающая Для человека Но Когда эта зависть Какая-то светлая Ну, может быть Это какое-то другое чувство Опять же Вот Но А если это вот Какая-то мотивирующая история Того, что ты идешь и делаешь А, да Возможно, есть момент Того, что ты Повторяешь за кем-то На самом деле Это тебе не нужно Ну, то есть Словно Ты такой Типа Я хочу так же Пошел делать А потом такой сидишь Блин, а зачем я это делаю То есть Тут как раз важно задать Вот на этот момент Когда ты отлавливаешь Это чувство Что вот, блин Смотрю на фотки И вот Не пойму Вот как-то мне Вот тревожно Внутри Не могу понять И ты начинаешь копать Условно А почему А вот что здесь такого Что вот Меня здесь Триггерит Мне кажется Это такой навык Называть свои чувства Вот что я испытываю Когда смотрю на что-то У меня Есть История с тем Что я завидую Но я испытываю Не чувство Хочу так же А я испытываю чувство Несправедливости Условно Я вроде бы большой молодец Вроде я что-то делаю А у кого-то там Что-то получается А у меня почему нет И я отдал Очень много денег Психологу Чтобы осуждать Этот вопрос Но это очень сильно Похоже на чувство Какой-то брошенности И условно Когда у меня Не происходит Какого-то вот этого Успеха Я себя чувствую Каким-то непринятым И от этого Чувствую себя брошенным Хотя, конечно Тут никакой брошенности И не происходит Но Не будем, наверное Сильно глубоко Закапываться В то, как у меня Это работает Это тяжело Слова облачать Все-таки я за это Деньги получу Чтобы это делать отдельно Но важно Согласен с тобой Называть вещи Как они есть Как я их чувствую Что я сейчас испытываю Почему Это сильно помогает Потому что Назвать значит ограничить Так Сократ еще сказал Назовете чувство Которое испытываете И вот вы уже Испытываете только его А не что-то там сразу Ну обычно бывает как Тревожка Зависть Злость Ненависть Потом такой Мне страшно И все Тебе Ты уже не злишься Тебе просто страшно И это уже меньше Чем сразу все негативные чувства Так что полезно Называть То, что испытываешь Это особый навык На самом деле Не так просто Но Чем больше ты пытаешься Мне кажется Тем лучше получается А у тебя есть история Про достигаторство Ты ловишь себя на таком Что Я Обязательно Должна Чего-то добиться Слушай Миллион двадцати пяти Нет Вот на самом деле У меня такого нет Потому что У меня есть Наверное Какая-то базовая настройка Изначально Делать то Что мне нравится Вот И поэтому Я не считаю Таким-то достигаторством Вот и у меня есть просто Условно Есть какая-то мысль Возникает в голове Я как бы иду ее и делаю Вот А даже наверное Когда вот после школы У меня не было такого Что мне обязательно нужно Поступить в топовый вуз Потому что Ну мне это было не нужно Вот Как бы Хотелось да Поступить куда-нибудь В хорошее место Но в целом Я не сильно расстроилась Ну и Из-за того Что я там не поступила Условно в Москву Вот Хотя в моменте Конечно я погрустила Но в целом Там как бы Не было прям Какого-то Жуткого разочарования С собой Что все Я безнадежно Безнадежно Кстати Вот У меня внутри не было Но у родителей было То есть тут же еще Ну это понятно Нет Ну это другое Это вообще Тут непрогнозируемая история Кто там вокруг тебя Чего про тебя решил заранее Это прям Отдельно можно обсуждать Вот Нет Но я к тому Что они же говорят тебе То есть ты не Там допустим Ты бездарность Ты не успешен Ты вот ничего не добился И вот твое окружение Как раз таки Близких людей Оно может тебе вселить Эту вот Мысль о том Что ты не успешный Потому что Ну как бы для них По их принципам Опять же У них же свои Свои критерии успешности И вот Интересно Что допустим Даже вот Не знаю Там у двух друзей В компании У них могут быть Разные понимания Успеха И это как-то может Ну между собой Не биться И тоже возникать Какие-то споры Конфликты Что-то еще А если в семье Опять же Между родителями Детьми То это вообще Пиши пропало То есть условно Там Папа считает Что там Ты должен Закончить все С пятерками А ты такой Типа Ну для меня Это не успех Я просто хочу Не знаю Делать свое любимое дело Вот это осознанность 16 Завидую Таким людям Но вопрос Установок Очень полезный Это правда круто Когда твоя установка Она не токсичная В том смысле Что она тебя приводит Не в состояние Блин Я ничего не добился А какая же я не очень А она тебя поддерживает Условно Установка Я хочу делать то Что в кайф поддерживает Несмотря на результат Несмотря на что-то И так далее А установка Я обязательно Должен стать Лучшим бегуном На планете Она Ну типа Фрустрирует Потому что ты такой Не лучший бегун На планете Большую часть своей жизни Как правило Пока ты тренируешься И это может Сильно Подкашивать силы На самом деле Хотя результат Вообще скорее всего Один и тот же То есть ты вот В кайф тебе бегать Ты бегаешь И становишься Лучшим бегуном Ты хочешь стать Супер бегуном Ты себя бьешь Ненавидишь Тренируешься И тоже становишься Хорошим бегуном Мне кажется Одно и то же Но люди Которые испытывают Много стресса Умирают раньше Я вот смотрел Разные ролики Про долгожителей И для себя Сделал вывод Вот все эти ребята Деды Бабульки Которые доживают До 110-120 лет И выглядят Нормально так Я понял Что самое главное У них не было стресса В жизни Курили Пили Это вообще все Не важно Реально У них просто Был минимум стресса Вот они не стрессуют И живут долго Я решил Надо с этим стремиться К избавлению от стресса Все, что приводит в стресс До свидания Его и так достаточно А какие ты шаги предпринимаешь Чтобы избавляться от стресса? О, господи Ну вот первое Называть стараюсь То есть По крайней мере Вот Что у меня Вызывает Какой-то внутренний А не внешний стресс То есть Понятное дело Если там Меня собака укусила Это тоже стресс Но он очень понятный И я из-за этого Условно не страдаю духовно Мне больно Мне нужно больницу Это приносит проблемы Я не могу ничего сделать Но в целом Мне окей с этим Потому что это просто собака Это обстоятельства А когда появляется внутреннее Вот это Несоответствие Какое-то Что-то не так Какой-то дискомфорт непонятный И его надо разбирать Это сложно Я стараюсь Его вот Называть Искать причины И работать вот с этими установками Типа А почему для меня это так? И мне кажется Вот это назывательство Оно очень помогает Это Замыкать И потом уже Когда это происходит Я такой А, так это же Эта штука И это становится уже Как будто собака Которая меня укусила То есть Это не какое-то Что-то внутри меня Непонятное А это меня Собака зависти Укусила И я такой А, ну сейчас Нормально Мне что поможет? Мне поможет вспомнить Какой я и так молодец Что жизнь у нас разная С этим человеком Что вообще Зря я так быстро Все упростил До одного поста В инстаграме Который меня фрустрирует Ну, короче Это Или до какой-то циферки Которую я у кого-то увидел Так что это все Вот так работает у меня По крайней мере А есть же еще Вот такие истории Слышал очень много По тому Чтобы писать Благодарности Там Условно себе Хорошие Что я, значит Сегодня молодец Я там вот Сделал это Это Я не пробовала Я, честно Я не знаю Как это работает Но Ну, слышала Несколько От нескольких людей Что вот Нужно писать Там Вести такой дневник Благодарности Чтобы хотя бы Просто видеть И начинать Замечать Вот то, что ты делаешь В течение дня И вот Условно хвалить себя За какие-то маленькие вещи Мне кажется Чувство благодарности Это на самом деле Очень полезная И очень важная вещь Но у меня с ней Большие проблемы То есть Я концептуально согласен С тем, что благодарность Это важно Но Навыка у меня Такого практически нет Я могу Называть вещи Которые Привели к результату Или не привели К результату Но ассоциировать Его с собой Или со своей жизнью У меня очень сложно Это Просто Не меня Натало позвать На этот вопрос Отвечать Это то С чем я тоже Вот Испытываю определенные Трудности И там можно Миллион причин искать Но полезно Учиться Благодарить Себя в том числе Говорить себе Спасибо за что-то Вообще Клево Вот Я пытаюсь Связывать хорошие вещи С тем, что я делаю А у тебя как Получается вообще? Слушай, да У меня Не было такого Навыка Мне кажется Появился он Совсем недавно Это я Кстати Связываю с Обесцениванием Каким-то В детстве Недавно Только я Наверное Стала себя Благодарить Осознанно За какие-то вещи Именно за маленькие Наверное Какие-то победки В течение дня Потому что Раньше Такого не было Связываю Это, наверное С каким-то Обесцениванием Вот Которое идет С детства Но мы не про детство Вот Стараюсь замечать В течение дня Какие-то вещи Которые Ну, как мне кажется Я там Ну, не сделала Хорошо А вот просто Ну, классно Что я их там сделала Не знаю Условно Успела Все Доделать Там До Семи вечера Класс Работу Закончила Вовремя Там Молодец Вообще здорово Там Или Сделала Какой-нибудь Проект И смотришь Такой Во, как классно Блин Как классно Я сделал Вот Или, не знаю Там Пошел Собачку Погладил На улице Вот Как классно Там, не знаю Пошел Собачку Погладил Вот Ну, то есть Я к тому Что какие-то Маленькие Такие штуки Вот Ты замечаешь И вот Ну, в моменте Просто Благодаришь Наверное Себя За то Что вот Там Сделал Знаешь, наверное Здесь все-таки О том Чтобы Благодарить Себя За то Что ты Принял Какое-то Решение Которое В моменте Возможно Ты Ну, считал Не знаю Там Ну, трудно Принять Условно Ситуацию Ты хочешь Отдохнуть Но ты не можешь Себе позволить Отдохнуть Потому что У тебя там Одно Второе Третье Пятое Десятое Вот И потом Ты как бы Понимаешь Что если Ты сейчас Не отдохнешь В данный момент Время Не дашь себе День Ну, как бы День на восстановление То, как бы Потом Возможно Это все Скатится Вот Друг за другом И ты просто Выгоришь Вот И в моменте Когда ты принимаешь Это сложное решение Да, там Условно Тебе хочется Встретиться С друзьями Тебе хочется То, пятое, десятое Ну, как бы Ты принимаешь решение Все, я останусь дома Я побуду один Потому что Ну, мне нужны силы И вот Потом Когда ты понимаешь Что, блин Какой классный подарок Ты себе сделал Вот Ты такой сидишь И благодаришь себя За это Что, блин Какой я классный Как классно Что я сделал Такое решение Это вообще Какое-то очень клевое чувство Я его не испытывал Несколько лет Мне кажется Или никогда вообще Но подумал про то Что жить С ощущением Что то, что я делаю Имеет большой смысл И пользую для моей же жизни Это очень полезно Мне кажется Это такая антитеза Именно выгоранию Выгорание очень часто Связывается не с тем Что ты просто устал А когда ты уже Ну, прям даже смысла не видишь В том, что ты делаешь И мне кажется Вот Система благодарности Себе Миру И вообще Ну, то есть Присутствию благодарности В жизни Она Помогает Не выгорать А еще благодарности Другому человеку Ну, в том числе Нет, кому угодно Чему угодно, да Да, это, мне кажется Тоже очень классно работает Потому что Тогда человек понимает Свою значимость И он понимает Что Не знаю Условно Друг сходил в магазин Ты болеешь Друг сходил Принес тебе продуктов И ты такой Блин, спасибо большое Вообще Очень классно Там не мог сходить Спасибо, что выручил И человек И человек Ну, как бы Сразу вот у него Возникает Это чувство Нужности Того, что вот Здорово Я помог Мне вообще было Несложно Я Ну, типа Я молодец И он тоже чувствует Что он молодец Вот И обозначать это Говорить За какие-то маленькие вещи Другим людям Это тоже Какой-то особый навык Который тоже Поможет всем С самооценкой Вот И пониманием Значимости себя Мне кажется Вообще история Про умение Благодарить За маленькое Она очень полезная Потому что В таком массовом Скажем Сознании Есть Скажем Тезис Что успех Или повод Для благодарности Появляется Только когда Появляется Какое-то большое достижение Условно Я купил машину Вот тогда Могу сказать себе Что я молодец А пока машину Не купил Сказать себе Что я молодец Не могу Потому что Машину не купил И мне кажется Эта история Не про наполнение Смысла того Что я делаю А это история Про Очень сильное Упрощение Своей жизни И всех своих действий До каких-то Очень значимых вещей То есть Условно Для меня Ничего не значит В этой жизни Смысла Кроме покупки Этой машины А у другого человека Может быть По-другому Вот это Я молодец Что я 100 рублей Сейчас откопил Вот это Спасибо себе Что я там Не купил лишнюю булочку И для здоровья полезное И денежки на машину Коплю И так далее И так далее То есть Нет ничего плохого В том Чтобы хотеть машину Или еще что-то Вот То, что я вначале говорил Если есть внутренняя мотивация На это Вообще все прекрасно Но то Как ты двигаешься К своей цели Оно мне кажется Очень важно Если ты двигаешься Из разряда Сделай, но умри То ты как бы Умираешь Пока доходишь Потому что Момент сделанности Он очень короткий А если ты Мне важно Как я иду Мне важно Чем я наполняю Свой каждый шаг Я думаю Это очень полезно Поэтому Да У меня нет Какого-то Патетичного Вывода Важно Благодарить За маленькие Вещи Причем Мне кажется Эта история Она еще Очень помогает Дисциплине Я для себя Вывел мотивационную Формулу Она для меня Звучит так Делать так Чтобы хотеть Делать завтра Вот для меня Мотивация в этом Не в том Что типа Результат Это прям Что-то важное Это хорошо Конечно Без этого В принципе Нет смысла Что-то делать Если тебе Результат Не откликается Но Результат Может быть Очень далеко И это актуально Для моих учеников Потому что Они типа Готовятся к ЕГЭ Тысячу лет До него еще Но надо как-то дойти Можно типа За месяц Умереть Переучить все материалы И потом Семь месяцев Лежать в кровати Плакать А можно как-то Равномерно И мне вот кажется Важно сохранять Желание И завтра Этим заниматься И завтра Этим заниматься И завтра Можно далеко сильно Не загадывать Можно оставаться Вот в рамках Действий сегодня Вот сегодня Я делаю так Чтобы завтра Мне было комфортно К этому вернуться Ну или послезавтра Какое у тебя расписание А не так Что типа Сейчас сделал Умер И через две недели Мне кажется Так с диетами работает Ну когда ты такой Все-все Диета Жестко Не ем Садишься Три дня держишься Срываешься И потом диета В твою жизнь возвращается Вот опять-таки В моменте Когда ты Че это я не на диете Срочно вернуться И получается Что у тебя диеты За год Было дней Тридцать Условно А тебе бы хотелось Больше Ну Я не говорю про то Что диеты хорошо Я говорю про то Что Результат не получился Из-за установки Делать только Когда приспичит А дисциплина Из разряда Вот такой Мотивирующий Планирование Я бы сказала Может быть Может быть планирование Но мне кажется Планирование Ты планируешь на год А потом двигаешься По этому плану И не факт Что он был хороший Ты же могла его Или мог составить Неправильно А в моменте Понимаешь Вот я сейчас Написала две статьи Не знаю Твой пример Попробую привести Вот завтра Ты будешь писать Еще статьи Если эти две статьи Были ужасные Мерзкие И прям вот Вообще Фу Ну смотря Какой у меня дедлайн То есть Ну да Тут конечно Есть нюансы Вот Нет Но условно Если у меня Ничего не получилось И как бы Результатом Недоволен Никто То у меня Отпадет желание Это делать Вот Потому что Ну потому что Хочется пойти И поплакать Я думаю Кстати со спортзалом Вообще самое понятное Типа я хочу заниматься И типа есть какой-то результат К которому бы хорошо прийти Но Результат похода В спортзал Он как правило Очень далеко Достижимо у людей Потому что Ну например Я хочу 6 кубиков Мне для 6 кубиков Придется Ну попотеть Годика 2-3 А для того Чтобы мне попотеть Годика 2-3 Мне нужно Эти 2-3 годика Каждый день Когда я иду на тренировку Говорить себе Я хочу сегодня Пойти в зал А если я в нем Ухайдохаюсь За первый раз Схожу на все тренажеры На вот этой Дипер мотивации Там все переделаю То на следующий день Я буду лежать умирать И буду думать Оно мне вообще надо Ну Этот какой-то результат Через 2-3 года Он стоит Этих страданий Что я не могу По лестнице подняться Вообще Мне кажется Ну тут тело Тут еще как-то Это внешние Чуть-чуть страдания А когда это Как-то терзает Твой дух То это очень тяжело Ну и с подготовкой ЕГЭ Так же Да, пожалуйста Когда тебе нужно Прочитать Какой-то объем Источников К любому ЕГЭ К экзамену Что угодно В университете В школе И ты пытаешься Это все сделать За неделю до Понятное дело Что ты придешь на экзамен Не выспавшись В стрессовом состоянии Что-то еще А когда ты Как-то вот к этой цели Идешь потихонечку Вот Какими-то маленькими шагами Ты как бы И Ну Не устаешь Мне еще Ну Есть важный факт Его просто никто не знает Кто еще не сдавал экзамен Но за неделю до экзамена Мотивация появляется Сама по себе Вот это то, что ты сказала Дедлайн Понятно Она будет То есть там не будет Этого вопроса Там не будет страданий Условно Мне кажется У спортсменов так же Если у тебя соревнования То перед соревнованиями У тебя такое происходит Ну Ты по-другому себя ощущаешь Потому что у тебя соревнования Ты все Ты уже прям только про них думаешь Но за 4 месяца до соревнований Ты себя не чувствуешь Как за неделю до соревнований Или за час до выхода на татаме Это очень разные состояния И действовать нужно у них Собственно по-разному Вот Мне кажется Дисциплина Кстати еще Ну то есть нет ничего плохого В дисциплине Когда ты Ну вот опять же Разбиваешь На какие-то маленькие этапы Ты понимаешь Что вот условно Этот Сегодня я Опять же Мы с примера спортзала Он хороший Там сегодня я пойду Потренируюсь И ну это мне поможет В будущем Пройти к какой-то цели И в моменты Когда условно У тебя Нет настроения Тебе не хочется С этим заниматься Ты как бы все равно Это тебя мотивирует Идти и дальше Понемножечку делать Потому что все равно знаешь Что вот в конце Это тебе приведет Какой-то Ну к твоей финальной цели А если вот действительно Как ты говоришь Сразу Все вот В первые пару дней Там Натренироваться То Потом при первом же Вот Упадке настроения Ты подумаешь Зачем оно мне Зачем Вот я не буду этим заниматься Вот По поводу Кстати расстройства Нерасстройства Вот и хочу Не хочу Делать сейчас Я очень глубоко Верю Именно в слово Хочу или не хочу И не верю В понятие Лень Или сила воли Разные наверное Есть книжки Про это дело Но Я считаю Что Вот это хочу И не хочу Оно намного Важнее и глубже Потому что Если ты сейчас не хочешь Можно себя спросить Почему я не хочу И это такая Очень сиюминутная На самом деле Оценка себя А позиция Я ленивый Она очень Всеобъемлющая И вот Есть хорошая книга Она называется Семь шагов Стабильной самооценки И там Есть описание Этой Стабильной самооценки Не как высокой И низкой А там идет Описание Именно что Вы типа Сохраняете стабильность У вас происходит Что-то хорошее Вы такие Ну типа здорово Хорошо Что-то плохое Вы реагируете Как на что-то плохое Но не происходит Такого же типа Я супергерой Я лучше Господи Какой я молодец Или там Нет Я ничтожество Как все В моей жизни Отвратительно Ну и там Как бы сам Короткая выжимка С этой книжки Это про то Что Для стабильной Самооценки Полезно Оценивать Негативные Какие-то события С точки зрения Внешних И нестабильных Факторов А позитивные С точки зрения Внутренних И стабильных Условно Если у меня что-то Получается Это потому что Я умница Молодец Это стабильный Фактор Он типа Не меняется От того что Я там Сегодня не проснулся И так далее А если у меня что-то Не получается Это день плохой Потому что Завтра день Будет хороший И поэтому Говорить что Я ленивый Это супер Отстойно Это прям Вредно Потому что Ты и завтра Будешь ленивым И послезавтра И через год А вот говорить что Я супер Мотивированный Это полезно Да Ну то есть Это вот Просто такой подход К оценке Того что происходит И на самом деле Из таких оценок Ну это типа Зачатки когнитивной терапии И строится Ну в принципе Жизневосприятие То есть то Как ты себе Объясняешь вещи Это И есть твое мировоззрение Поэтому вот Кому это важно Одну книжку Могу порекомендовать Семь шагов К стабильной самооценке Она кстати От русского автора Я ее с удовольствием Прочитал Ну и она такая Как гайд Там буквально семь шагов То есть она такая Как рабочая тетрадка Написана Поэтому довольно комфортно Я ее во время пандемии Слушал Я помню Я не слушала У тебя есть свой топ книг Или антитоп Антитопа кстати нет Я очень мало читаю книги Про успешный успех Именно вот Как руководство К действию Ну то есть условно Вот В моем представлении Это книга Где вот Написаны там шаги И значит Сделав эти шаги Ты вот значит Станешь успешным Ну как мне кажется Так и есть Вот Поэтому для себя Я очень люблю Жанр биографии Каких-нибудь Мемуаров Где люди Которые чего-то добились Неважно Они успешны Не успешны Много у них денег Мало у них денег Там бизнес Не знаю Они просто рассказывают Свою историю И мне очень интересно Слушать эти истории Потому что для меня Они очень вдохновляющие Мотивирующие Не знаю История там Илона Маска История там Мишель Обамы Жены президента Обамы Или Биография Теннисистки Господи Марии Шараповой Вот Как она там Готовилась К своим соревнованиям Вообще Как это все проходило Что позволило ей Собственно Выиграть много Международных турниров И вот такие истории Для меня Они намного Более интересны Чем какая-то книга С шагами Про успешный успех Вот такие книги Да Можем порекомендовать Вот по ссылочке В описании Почитайте Я наверное это Все-таки книги Которые мне нравятся Они больше про мировоззрение Вот как та Типа Да действительно Полезно так Оценивать какие-то события И когда что-то происходит Я такой Так Это я виноват Или внешние обстоятельства И лучше сказать Что внешние обстоятельства Просто полезнее Поискать в этом То есть больше сил Потратить на такое описание У меня есть еще Хорошие книги Но есть плохие И мне кажется Плохие Они тоже формируют Такое мировоззрение Просто оно вот как раз таки Из тех токсичных Установок строится Условно Есть книга Называется Магия утра Она отвратительная Не рекомендую И там Чувак рассказывает Про то что Тратьте Вставайте пораньше Утро это вообще супер важно Как вы его проведете Так и день получится Ну типа Если ты плохое утро провел То ты как бы Ну все Не очень Вот такой вывод Это раз В какой-то момент Автор там говорит Что типа Если у тебя Бессонница То используй это время Для своего развития Я такой думаю У тебя вообще хоть раз Была бессонница Ого Он вообще знает Что это такое Это не то что ты такой Ну сколько у меня Нового времени Это ты лежишь И ненавидишь себя За то что не можешь уснуть Хотя очень хочешь У меня так бессонница Проходит Я просто 4 часа С открытыми глазами В темноте Смотрю в потолок И мне очень плохо В этот момент Я даже сериал Не могу смотреть Ну то есть это прям Не очень состояние Оно никому не нравится И ты не можешь В нем такой Так Книжки по бизнесу Ужасный Что еще из плохого есть Я тебе вот перед подкастом Рассказывала От 20 до 30 лет Важные годы Важные годы Просто идут нафиг Потому что там буквально Вывод из книжки Вот в эти года Ты должен вот это успеть Не успел пока Ну типа прям все там Что ты там Своего партнера должен найти С бизнесом определиться Друзей завести На всю жизнь И еще И еще И что после 30 Ты не меняешься Я знаю столько примеров Людей Которые после 30 Только начинают жить Какую-то свою новую Качественную жизнь И я такой Я хочу как они А не как эта книга Ну просто Поэтому ее даже читать не стал Дейл Карнеги Весь Вообще читать нельзя Он же умер В одиночестве Буквально Там как же Как завести друзей Оказывает Друзей влияние Она такая пропагандистская Это просто кошмар Там советы из этой книги Буквально такие Если вы хотите Произвести впечатление Отметьте Хорошие качества В человеке И там такие Кринжовые примеры Что типа Чувак в отеле Спросил у портье Как пройти И тот ему дал Довольно подробную инструкцию Он такой Отметьте Что он дал вам подробную инструкцию Там какой-то текст Ну я не знаю Как вот из учебников По-английскому Знаешь такие диалоги Hello, John How are you today? Hi, I'm fine Thank you И ты такой думаешь Да Хорошо Я не буду только общаться С людьми Но это просто бредово То есть это прям Странно Или там Какие я еще знаю Ужасные книжки? Ну я знаю хорошие У меня есть топ Хороших книг Я могу предложить Например Есть хорошая книга Она называется Культурный код Их кстати две Одна про то Как разные люди Из разных сторон Воспринимают мир Это не та А другая Культурный код Это про секрет Сверхуспешных групп И там нет пошагового Какого-то этого Там есть просто принципы Которые к этому приводят Там один из примеров Это Как тренируются Американские морпехи Почему они Такой крутой сквад И дело в том Что они проходят Через большое количество Страданий вместе И они В этом Ну как бы в этой позиции Находятся уязвимы И они делятся Своей уязвимостью Друг с другом А когда ты можешь быть Перед кем-то уязвим А он перед тобой Вот тогда у вас Начинается настоящее доверие И тогда вы Как группа Можете функционировать лучше Потому что вы знаете В чем вы уязвимы Вы друг другу доверяете Вы можете друг на друга Опереться И это вот один из таких Запомнившихся мне советов Из этой книги Ну не советов А принципов Что своей уязвимостью Делиться полезно Для того чтобы дальше В группе как-то Вместе функционировать Но я где-нибудь Составлю пост Про книжки Которые мне нравятся Какие там самые хорошие мысли Когда-нибудь Где-нибудь Но мне нравятся Такие книги Которые Мировоззрение Немножко поправляют Даже пиши Сокращай Ты потом Ты потом ее Смотришь Ну напишешь Какой-нибудь Ой Я не люблю Эту книгу Но тем не менее Она тебе дает Такой ментальный инструмент Из разряда А не перебрал ли я лишнего Сейчас в тексте Ну вот так Просто появляется Такой вопрос Себе А я вот цель Которую в текст закладывал Я ее решил У меня так было У меня к ней Двоякое ощущение Потому что Двоякое отношение Потому что Она Ну как бы Мне кажется Это тоже модель Вот применимо К любым книгам То есть ты Их читаешь Ты как бы Берешь что-то оттуда Что тебе важно Актуально в твоей работе Но ты не берешь это Как мы говорим План к действию Вот Из книги Пиши сокращай Ну для меня Та же самая история То есть ты ее читаешь На минуточку Пиши сокращай Это про то Вот как делать Какие-то классные тексты Без воды Классно красиво писать Копирайтерам Условно Если мы так Коротенечко об этом говорим Вот И Ну как бы В этой книге Меня пугало Когда вот Я только начинала С ней знакомиться То что Там все очень четко Там все очень структурно То есть там Пиши так Не пиши так Там же Там инфостиль же Описан И она написана В инфостиле Вот И как раз тут вот Может возник Вот этот диссонанс Того что Когда ты применяешь Этот инфостиль Условно Ты вот как бы Читаешь книжку И вот Такой инфостиль Все Я буду везде Писать этим инфостилем А потом оказывается Что условно Ты пишешь вообще Не в инфостиле Вообще тебе нужно писать Как бы какие-то более другие Ну какие-то другие материалы Вот И когда вот это происходит Перекладывание Вот этих правил На то Что как бы Совсем Немного другое Короче история про то Что художественный текст Ты такой Да Таким способом Не пишешь Да Но я согласна Что в книге Очень много классных советов И ты действительно Можешь ее использовать Как какой-то Некий шаблон Для того Чтобы сделать Свой текст лучше То же самое Наверное с книгами Про успех То есть возможно Там есть какие-то Классные мысли Но их всегда Я считаю В таких книгах Нужно пропускать Через то А что надо тебе То есть о чем мы говорили В самом начале А что как бы Мне актуально А почему Вот я хочу этого А не хочу того И тогда Все вот эти вот Книги про успешный успех Ну как бы Они будут тебе Полезны В той или иной мере Мне кажется Просто этих книг Должно быть Либо очень немного В твоей жизни Либо их должно быть Много Чтобы между собой Их сравнивать Что типа Отбор такой Либо там Не знаю Друзья тебе советуют Какую-то классную книгу Ты пошел по рекомендации И почитал Потому что друзья Уже прочитали И тебе посоветовали Да-да-да-да Они тебе выжимку дают И такие Полезно Ладно А всякую фигню Подряд читать Наверное вредно Но начинать с Дейла Карнеги Точно не стоит Я вот так сделал Это ошибка просто Слушай Где-то у меня Лежала в списочке Одна из его книг Вот Выброси Видимо я не буду Ее читать Ничего не потеряешь Вообще Он устарел максимально У нас в конце Каждого выпуска Есть такая рубрика Называется Мифы и глупости Короче Короткие тезисы Будем зачитывать И на них реагировать Тоже коротко Если занимаешься Любимым делом Ты не работаешь Ни дня в своей жизни Работаешь Просто Это работа В удовольствии Тоже так думаю Что Ну От этого меньше Не устаешь Условно Если ты любишь Чистить креветки В какой-то момент Все равно надоест Вот Думай только о себе От создателей Нужно идти по головам Ради своей цели Блин Я Мечтаю знать Как это делать Но я не представляю Правда Я даже не знаю Вот мне скажи Иди по головам По чьим Куда наступать Вот тебе понятно Как идти по головам Нет Я никогда бы не смогла Идти по головам И тут Может быть Кстати Про какие-то Нарушения ценностей Условно Не знаю Вот то что Обще принято Там Не врать Не подводить Близких А тут ты наоборот Короче Идёшь по головам И значит Ты там начинаешь Привирать Что-то делать Именно в своём Ну в отношении Там что выгодно тебе Искать свою выгоду Я не представляю Мне сложно представить Мне кажется Ну это возможно Кстати Вот эта модель Успешного успеха Когда вот ты достигаешь Каких-то высоких Высоких высот Когда ты идёшь по головам То есть Вот опережаешь Я не представляю Как Я хочу Я хочу хоть один пример Увидеть Я готов применять Но я не понимаю Как Ну я шучу Конечно Нужно просто Визуализировать цель Чтобы её достичь Ну мне кажется Правда То есть Типа если нарисовать Красивый домик Он появится Понимать То есть Визуализировать Ты же Понимаешь То есть сначала Мне кажется Идёт понимание Без понимания Ты не сможешь Визуализировать Ну может быть Как ты нарисуешь домик Который ты хочешь Если ты не знаешь Что это будет за домик Нет конечно Да нет Я здесь больше шучу Про то что Типа если ты нарисуешь домик Наверное он ещё пока не появится Но возможно Будет чуть попроще Просто Визуализация Мне кажется Она так Помогает Фокусироваться Знаете Типа Помогает Думать об этом Больше Как-то Это такая работа С видением То есть Чего я хочу И когда у тебя Будет выбор На что потратить Твой миллион долларов Ты выбираешь Либо Кучу тачек Или дом Это такой дом Вот И тогда появляется дом Просто потому Что ты до этого Рисовал Десять лет своей жизни Свой красивый дом А не красивую машину Наверное так Нужно всегда мыслить позитивно Хочется всегда мыслить позитивно Но К сожалению Все мы подвержены Плохому настроению Вот И Грустимо И В такие моменты Мне кажется Опасно мыслить позитивно Это знаете Позитивно Наигранность Вот Того Но Мне кажется Нужно Во всём Искать Не хочу говорить Позитив Но то есть Во всём Искать Какие-то Не логику А в общем Смысл Вот Скажем так Мне кажется Что Жизнь просто продолжается Вне зависимости От того Что происходит И это Такой Как бы Какой-то глубокий позитив Наверное Сохранять полезно Но это не отменяет Момент того Что мне там Грустно Если у меня папа умер Это же Ну Нормально проживать Какое-то горе В своей жизни Усталость Страх Обиду Это Тоже На самом деле Механизмы Про нас Они тоже Нам очень сильно Помогают Другое дело Что Ну Типа Это не то же самое Что сидеть С друзьями чай пить Конечно Это не так приятно То есть Но Позитив Для меня Он просто куда глубже Как бы Полезно Сохранять позитив Но это не значит Что вы не имеете права На какие-то Негативные мысли Это не Антитеза Вот Или на негативные состояния Если ты Что не получится Вот Может Я недостаточно Хотел Конечно Да Можно так Все это Оправдать Чего это я Я думаю Что здесь Есть очень много Факторов Внешних Которые Вот как раз Внутренние Внешние То есть Хочу Да Но это хочу Нужно приложить Это в действие То есть Условно Это первый этап Вот ты захотел Ты понял Что ты хочешь Ты нарисовал Там условно Визуализировал Этот домик А затем идет Этап действия И вот этот этап действия Он как раз Вот Мне кажется Такая вот Ракета К тому Чтобы чего-то добиться То есть Без этого Не будет Ну и мы все Понимаем Да Что может Как в твоем примере Быть просто невозможно Потому что Ну как бы Это невозможно Ну я согласен С тем Что со своим Хочу полезно Тоже работать Потому что Оно может быть Поверхностным Как мое желание Телепортации И она Ну типа Вот потом Она будет такой Типа нет На самом деле Я не хочу Телепортироваться На самом деле Я хочу быть здоровым Ну типа И вот Когда я хочу быть здоровым Это Моя парадигма Принятия решений Поэтому я там Что-то не ем Или чего-то не делаю Потому что Я хочу пожить подольше И в целом Я тогда цели Как бы достигаю Но Эта цель Получается для меня Способ принимать решения А не Единственная оценка Получилась Нормально жизнь прожить Или нет И я такой Или как это Типа Я хочу миллион долларов Ты получаешь миллион долларов Ну все Хватит Можно умирать Спасибо Тебе очень много идет Про умирать Да-да Это такой подкаст у нас Если что-то не получается Значит ты мало работаешь Это вообще Моя любимая Мне так папа все время говорил В школе Когда я приносила Четверки вместо пятерок И папа говорил А папа-то все получалось Папа-то как вообще Слушай Ну вот это мне предстоит Узнать в терапии Но в целом Да Вот К сожалению Часто бывает Такое Такое наверное Установка Называется Что Если ты Что-то там У тебя получилось Не так как получилось Значит ты Не доработал Вот Это очень грустно Особенно Когда ты ребенок И Слышать например Это в моем случае Было очень грустно Слышать от папы Вот Но в моменте Как бы ты такой Блин Ну да действительно Папа говорит Что я очень мало Занималась Там пять часов Ты потратила на реферат Вот Ну мало да Надо было десять потратить Вот И в итоге ты расстраиваешься И вот Оттуда всякие Вот эти вот Истории Про обесценивание Самооценку идут Вот И Что И что И важно Напоминать себе Что ты все равно молодец Ты потратил это время А вот Вася Иванов Вообще не потратил На это время А ты как бы пошел Тебе было интересно Ты подготовил этот реферат Потому что Ты захотел это подготовить Вот Да Не получилось Идеально Но ты пошел И сделал Вот Да Мне кажется Куда важнее Не внешняя оценка Что реферат классный А что Я молодец Что я его сделал И уж почему Я молодец Что я его сделал Это большой вопрос А если изначально В делании реферата Этого молодец нет Условно говоря Ненавижу делать рефераты И никогда себе не скажу Что я молодец Что я его сделал То я бы реферат Вообще не делал Я бы отменил рефераты Я бы прям это То надо подумать Если его прям Не избежать Что сделать Это надо тогда себе Я молодец Что сделал то Чего было не избежать И молодец Что не потратил на это Много духовных сил Может быть такой подход И тогда Все остальные идут нафиг Мне кажется Внутренняя оценка Здесь куда важнее Чем внешне Внешне Важно иногда Не доверять Даже если это папина Мне кстати Родители Ничего такого Вообще не говорили Но я это Типа не сравниваю Я просто вот Насколько это может быть По-разному У разных людей И к чему это потом приводит С этим сталкиваешься Сильно потом обычно Типа лет после 20 Мне кажется Главное поднять Свою самооценку Поверить в то Что ты достоин Классное слово Достоин Мне нравится Это прям знаете Тренинг По успешности Я такие мечтаю Поднимаем самооценку Вы достойны Вы такие сейчас Стоите толпой Я достойна И посмотрите в зеркало И скажите себе Каждое утро Тоже как тебе Одна из практик Успешного успеха Вот эти вот Не мантры А вот господи Афирмации Да Когда ты стоишь Я достойна Сегодня я молодец И я сегодня Вот кстати Вот в этой книжке Которой я говорил Семь шагов Стабильной самооценки Мне нравится то Что там парадигма Не про высокую и низкую А про стабильную Про то Что я не теряю Своего достоинства Человеческого Вне зависимости От того Что я сделал Не сделал Произошло Не произошло Очень не часто Поднять самооценку Не это Это краткосрочная История Очень А вот Закрепить ее Чтобы она была Вот закрепить самооценку Да И не терять ее Независимо от Позитива Или негатива Это супер Вот Кстати в этой книге Еще написано Про то Почему похвалы Это отстой Почему? Ну это оценка То есть когда тебе говорят Что ты молодец Потому что ты помыл посуду А что если я посуду Не помыл Я не молодец Так что любые внешние оценки Это не очень В школе От родителей И так далее Отменяем оценки Ну на самом деле Стоит Оценивать можно результат Условно сказать Посуда не очень Ну типа Грязная И здесь Ты не плохой Не хороший Просто посуда грязная Или там типа У тебя в работе ошибка Как бы Ну да Пример решен неправильно И здесь как бы Опять-таки нет того Что ты дурак Как ты смог Почему ты не понимаешь Вот кстати Я вспомнила одну книгу Из последних Которую я начала читать Про аутентичную коммуникацию И как раз Вот как вот эти истории Правильно преподносить Это вот Значит одно время Было популярно Вот это ненасильственное общение А теперь это вот Аутентичная коммуникация Когда вот ты Вот эти всякие Такие маленькие штуки В общении С людьми С близкими С семьей А ты вот Учишься как бы Переделать Потому что Как оказывается Вот похвала Ты молодец Это собственно Не то что Не то что нужно И вообще там Очень много всего Растет оттуда Ненасильственное общение Это моя любимая книга Одна из Я ее прочитал Раза два Она супер Да Мне очень нравится Она прям крутая Единственное Она тоже написана В стиле вот этих Американских И старая Мне кажется Из исследовательских Книжонок С очень странными Примерами Мэри пришла ко мне Когда я была 26 И у нее были проблемы Мы пообщались И у нее проблемы пропали Я такой Господи И там прям Одна и та же мысль Она прям Несколько раз Потому что Эти книги писались Статьями И это типа Сборник статей Который чуть-чуть Переформатирован И поэтому там Ну есть такой шлейф Введения В каждой голове Ты такой Я это уже знаю Спасибо Можно как-то к сути Да Спасибо большое Мы это уже проходили И получается Ну тяжело Немножко ее читать Из-за этого Но в целом Она небольшая И нормально Все Спасибо тебе большое За подкаст Спасибо большое Ребят Если вы захотите Послушать еще подкаст Без сменки То по ссылке в описании Есть все выпуски Вообще Про весь успех В этом мире Точно там тоже есть Наши книжки И рекомендации Мы тоже как-нибудь Выложим Я думаю Может мы статью Напишем На бессменке Про книжки Да Вот Так и сделаем Полезные книги От Вебиума Читайте с нами И отстойные тоже Туда закидаем Хорошая мысль Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Любите Маму, папу Рэп и громкие девятки Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok